Кому-то в такое дождливое утро хорошо спится, да и мне тоже хорошо спится, но одновременно с этим еще и не имется. Поэтому встал я опять пораньше, чтобы не стоять в очереди проверки на коронавирус на границе Московской и Тульской области и еду к себе в деревню наслаждаться самоизоляцией. Заказал в Леруа Мерлен набор юного самоделкина. Две 25-метровые бухты ПНД трубы 25-й, переходники всевозможные, тройники, угольники, краны. Если позволит погода и какие-то другие дела, буду сегодня делать летний водопровод. В век нанотехнологий не гоже уже со шлангами по участку таскаться. Не прошло и двух с половиной часов, как я снова в деревне, друзья. И сегодня у меня несколько задач. Ну, первая традиционная, которую я уже собираюсь сделать давным-давно. Это доделать все-таки свой стеллаж, уже даже смешно об этом говорить. Второе, продолжу разбирать кучу с мусором деревянным и сортировать на дрова, мусор и деловой материал. И третья, самая важная задача. Я наконец-то решился оборудовать летний водопровод, ну, уже по-современному, современными материалами. Мне надоело, что мама или я таскаемся постоянно с этими шлангами. Они мешают косить, и надо все время их убирать. Плюс эти шланги, соединение в этих шлангах ненадежное. Да и просто портит эстетический вид участка. Поэтому я наконец-то решился. Купил вот такой вот ПНД трубы диаметром 25. Выбором диаметра я руководствовался исключительно тем, что шланг, он, по сути, такого же диаметра. И он меня вполне устраивает. И с точки зрения скорости, и с точки зрения силы напора. Опять же, если выбирать между 25 диаметром трубы и 32, вот эта бухточка стоит 750, по-моему, рубль. А точно такая же 32 стоит уже там гораздо больше тысячи. Поэтому на лицо экономия. То же самое с фитингами. Водопровод у меня будет устроен следующим образом. Вывод из водопровода. И через, естественно, ПНД трубу будет проложена единая магистраль. И будет несколько выводов наверх. Дальше на каждом выводе, который будет, ну, примерно там метр, может быть, из земли торчать, будет вот такой вот угольничек с трехчетвертной резьбой. Здесь будет кран. Это будет удобно, комфортно. Но каждый раз, когда я приезжаю в деревню, самый главный мой враг, ребята, это время. Его, как всегда, не хватает на все дела. Появляются какие-то задачи, о которых я еще сейчас даже не предполагаю. Но вы все равно об этом все узнаете. Пошли работать. Разомышки я для начала дровишками. Наряду с нормальными материалами, которые я могу использовать, но дальше там в каких-то поделках. Также здесь, конечно, куча мусора, и все это надо отсортировать, лишнее выбросить. Ну, а то, что может пригодиться, использовать. Ребята, неделю назад я вам показывал видео про молодой картофель. Вот, смотрите, что происходит. Как быстро она растет. Видите, уже бутылки надо снимать. Все. Мы эту стадию переросли. Ну да, с учетом того, что морозы, картошка немножко подмерзла. Хорошо, слушай, да. Скоро зацветет. Ну, уже ее надо вытаскивать. Ну, конечно. Опять у меня все пошло не по плану. Целый день я провозился с этой кучей вчера. Фактически полдня сегодня. Поэтому то, о чем я вам хотел рассказать, ребята, не расскажу. Зато расскажу кое о чем другом. Сегодня я с вами поделюсь, а сколько же осталось стройматериалов после моей стройки? Ну, или, если поставить вопрос более шире, сколько может остаться материалов после строительства каркасного дома? Вы считаете, что это бонус? В этих стройматериалах есть и очень хороший деловой материал, есть просто обрезки, но и можно найти достойное применение. Пошли со мной. Все, что вы видите вот на этом стеллаже, ровным счетом все. У меня осталось от стройки. Ну, честно вам признаюсь, что львиную долю этого стеллажа занимает доска 150 на 50. Вот, как вы видите, ее много и вверху, и внизу. Далеко не все, далеко не все из этих досок целиковые длинномеры, но длинных тоже достаточное количество. Наверху вот здесь вот имитация бруса. Ну, несколько десятков досок вообще целиковых. По какой-то причине строители не захотели их использовать. Остальные обрезки я их отсортировал по типу и по длине. И вот таким вот образом все связал. Либо скотчем, либо стретч-пленкой. Ну, все, что у меня было, все то и потратил. Вот, вы видите, очень много всего. Вы скажете, зачем мне это нужно? Все очень просто. Когда я буду строить баню, мне практически все это пригодится. Доска 150 на 50 пойдет на каркас. Обрезки, коротыши, имитации бруса пойдут на подшивку фронтонов. Те, которые доски подлиннее, пойдут на обшивку стен. Но это только одна часть того, куда можно использовать. Опять же, никто не отменял вот такие поделки, как вот эта лавка. потому что нам всегда не хватает или времени, или материалов для того, чтобы украшать вот таким образом свой участок. Раньше мне не хватало и того, и другого. Теперь не хватает только времени. Немоверное количество тачек я отвез на помойку. Это последнее. Надеюсь, надеюсь, что это последнее. Вот, друзья, я покончил с ненавистной мне кучей мусора. И, как вы видите, площадочка готова для новой стройки. Те, кто внимательно смотрит мой канал, знают, что я планирую реконструировать свою баню. И здесь у меня, друзья, будет новая комната отдыха. Потому что та, которая есть сейчас, даже не буду вам ее показывать. она скорее годится для отдыха каких-нибудь там мышей или курей. То есть она маленькая, узенькая. Ну, собственно, то, как строили в 80-е, в 90-е годы. Здесь я буду делать полноценную пристройку. Но это произойдет после того, как будет разобран мой дом. Потому что именно из этих строиматериалов я буду делать каркас, крышу и так далее. Ну, а поскольку моим планам по оборудованию летнего водопровода в эти выходные не суждено было сбыться. Но уже осталось всего полденечка. Вряд ли я что-то буду начинать. Я решил заняться своим дежурным делом. Продолжить подшивать на мой забор из сетки рабицы вот эти вот профлисты. благоустройство участка, ребята, это дело бесконечное. И пока я повышал свое мастерство шуруповерчения, Андрей между тем затер всю плитку и фактически закончил отделочные работы. Вот такая прекрасная ванная комната получилась. Можно монтировать сантехнику. Осталось немножечко плитки. Один пакетик затирки остался. Вот, кстати, в отношении плитки скажите мне, пожалуйста, я всегда считал, что уважающие себя фирмы они принимают, если остались остатки. По крайней мере, Леруа Мерлен всегда так делает. Мы сегодня обратились в магазин Керамо Марацци, там, где мы это покупали, и убогие. Они нам сказали, ребята, две недели прошло, до свидания. А если у меня ремонт идет месяц, откуда я могу через две недели знать? Это же остатки. Мне кажется, они очень как-то поступают не клиент-ориентированно. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Между делом сделал немножко забора и, наконец-то, у меня руки дошли до крыши, ребята. Вон оно, видите? Осталось накрыть маленький уголочек, и это сделаю я в следующий выходной. Ребята, видите, вон там торчит солома. А может быть, вы даже успели увидеть птичку. Вот они, превратности деревенской жизни. Скворец. Слил себе гнездо. Вот он где-то вот там вот залезает. Не знаю, как у него это удается. потом вот здесь вот лезет, 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 лезет. И вот здесь у него гнездо. Я не удивлюсь, если скоро здесь будет пищать, скворчать, когда выведутся птенцы. Кстати, я вам никогда не показывал. А сейчас покажу. Видите, вот обгрызненное, вот это все. Вы думаете, это мыши? Нет, друзья, это грачи. Потому что вот здесь вот гнездо у грачей. Так что весь наш дом оккупирован просто с ног до головы. А вот здесь вот, ребята, живет еще один скворец. Ну и два скворца живут в тех скворечниках, которые я построил. Поэтому судя по тому, как птицы любят наш участок, придется мне еще пару скворечников смастерить к следующему сезону. Чтобы они не по углам ютились, а в нормальных спортсовых домиках. Очередные трудовые выходные подошли к концу. Как вы видите, от моей кучи мусора осталось только темное пятно отсутствующей травы. Потрудился на славу. Честно скажу, ель живой. Ну а сейчас, друзья, пора ехать домой. отдыхать от выходных, отдыхать от отдыха. Пока, друзья. Познакомил вас со своими делами выходного дня. Увидимся в следующих выпусках. Оставайтесь на канале. Субтитры 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 Субтитры